Хороший голос, отличная подача и шикарные игры. Все это на канале Александра. Перейдите по ссылке, не прогадайте. Канал молодой, но прям вот мне все по душе. РПГшки, особенно Драгонейш Инквизиции. Прям самому хочется у него посмотреть, если б не решил проходить. Самостоятельно так бы и сделал. Ссылка в описании. Саш, ты молодец, я тебе это еще раз скажу. Вот таким вот образом. Ну а вас, ребят, приглашаю к просмотру моего ролика. Окей, привет. Несмотря на мою нелюбовь к вторым псам, я не могу не отметить, и делал это неоднократно, что дизайн в игре шикарный. На Сан-Франциско и окрестности любоваться одно удовольствие. В этом ролике я собрал для вас 7 красивых мест на карте в игре Watch Dogs 2. Хочу отметить, это не топ. Не самые красивые места, это просто 7 понравившихся мне мест. Может и вас зацепит. Погнали. Мост Золотые Ворота. Проехать по нему придется прямо в начале игры, и это того стоит. Потрясающий вид открывается как с самого моста на город, так и на мост. Местность вокруг хочется изучать, осматривать в поисках самого выигрышного кадра. Услада для глаз. Это что это там? Фары просвечивают сквозь текстуры? Вы этого не видели. Еще один прекрасный вид на город можно лицезреть с залива Сан-Франциско. Просто берите катер и вперед по волнам кайфовать. Внимание, возможны пробки. Что поделать суровые воды Сан-Франциско. Ломбард Стрит. Все знают эту извилистую дорогу в Сан-Франциско. Даже если не знают как она называется. Во всех играх с этим городом, фильмах и сериалах показывают эту знаменитейшую улицу. Ну а в моем ролике она потому, что выглядит чудо, как красиво. Да и вид на город с этого холма открывается отличным. Интересный факт. В городе 42 холма, но именно этот, с самой кривой дорогой в мире, называется Russian Hill. То есть, русский холм. Watch Dogs 2. Очень много зданий перенесено из реального Сан-Франциско. Что понятно. Но вот вид транспортного центра Transbay мне приглянулся, возможно, больше всех. С масштабом реального прототипа он, конечно, не сравнится. Но этот зеленый уголок на крыше центра с видом на каменные джунгли города меня купил. А еще тут можно засунуть руку по локоть в рот собаке. Не откусит, проверено. Раз уж заговорили о зелени, можно посетить и парк. Парк Золотые Ворота. Тихое, мирное место, особенно ночью. Шикарно подходит для оздоровительной пробежки. В игре я шлифанул пробежку пивком, но вот в жизни с удовольствием бы побегал в этом парке. Просто так. Перенесемся в Окленд. В место, которое я называю второй этаж. Это неспроста. Тут мы действительно будто находимся на втором этаже Окленда. А отсюда на Сан-Франциско открывается один из самых завораживающих видов в игре. Крайнее место в этом ролике символично находится прямо на краю карты. Со стороны Силиконовой долины. Если вам повезет, то утренний туман окутает город, и вы увидите крайне атмосферный облик города. Бонусом хочу показать вам еще офис Блю, в котором в равной степени можно неспокойно погулять и позаниматься паркуром. Тут все для этого имеется. Для мотоциклистов подойдет соленый пруд, интересное место, покатайтесь там. А вообще в игре, как я и сказал, огромное количество таких вот красивых мест. Просто кататься или паркурить в ней вполне интересное занятие. Поддержите меня лайком, если вам понравилось и вы хотите больше подобных роликов по разным играм. А я с вами прощаюсь. Помните, дальше круче. Ну и не забывайте заходить к нам в группу. Возможно, поделитесь своей сборкой красивых мест из Watch Dogs 2, а может и из других игр. Покеда! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!